вот ребята вот такие вот бутербродики я хочу с вами сегодня приготовить готовить из овощей это всегда вкусно и полезно но согласитесь когда мы добавляем кусочек мяса к этим овощам это получается намного сытнее и вкуснее давайте друзья начинать готовить и вы увидите готовить с танюшкой всегда просто и вкусно начинаем готовить всем привет вы снова на канале у танюшки ребята так кабачки вы еще не готовили сытно вкусно и просто начинаем готовить значит так ребята для нашей икры много ингредиентов нам не надо вот все что нам надо это все все ингредиенты которые мы будем использовать итак изначально нам надо кабачок покрошить столбики и нарезаем так получается вот такие вот кубички как на оливье кубички как на оливье все друзья кабачок нарезан и отправляем его на сухую сковороду все пусть он тут размякнет пустится мы этим временем должны натереть морковку на обычную крупную терочку одну или две смотрите сами это уже по желанию вот обычная терка крупная морковка хабачок жарится и мы отправляем уже натертую морковочку сюда и теперь ребята займемся самым любимым делом это нарезка лука сегодня я своей терочкой шинковочкой пользоваться не буду так как нашу икру я буду перебивать погружным блендером процессе когда он уже приготовится я буду перебивать поэтому лук у меня все равно разобьется я его могу резать абсолютно в произвольной форме вот так ребята и не стараюсь я его нарезать мелко ну могу еще так перерезать могу так перерезать это уже не принципиально это уже знаете как бы все равно он прожарится все равно он будет той готовности которой мне надо а сделать из него пастообразную структуру мне поможет блендер и отправляем его тоже на сковороду все вместе никакой последовательности абсолютно нету единственное что оставила лук на потом потому что он режет глаза вот это единственное но так никакой абсолютно последовательности как вам удобно в той последовательности все отправляете на сковородку и тушится все одновременно так немножко полежала у меня как все на сухой сковороде а вот кабачок немножко пустил сок поэтому никакое масло я еще не добавляю сюда все тушится собственном соку но следите ребята чтобы не начало пригорать как только увидите сковородка ваша уже подсохла сразу наливаем сюда масло вот все вот теперь когда в таком она уже состоянии уже такое немножко прибавшая теперь мы отправляем сюда масло вот так так и к маслу мы сейчас добавляем смотрите ребята есть вот такая куриная приправа приправа она может быть разных очень фирм но есть она во всех магазинах и во всех городах поэтому куриная приправа универсальная вот так это вместо соли ну крайнем случае не найдете просто посолите так черный перец молотый или смесь перца так и еще один немаловажный ингредиент это это тушеный чеснок вот так ребята теперь все это хорошо перемешаем и оставляем еще протушиться так ребята и теперь уже добавляем вот так вот ложку одну и вторую соуса томатного так немножко его вот так перемешаем пока он пропарится мы этим временем немножечко нарежем у нас отварная филейка все здесь пусть пропаривается это все мы сейчас его будем уже выключать так сейчас мы нарежем филеечку у нас есть отварная филеечка мы ее посолили лаврушечка лучок отварили и теперь мы ее просто я даже досточку брать не буду потому что нам это абсолютно ни к чему вот так опять таки на произвольные такие кусочки я его так вот разорву даже не порежу видите я так просто потому что перебивать это все будет блендер это я просто чтобы удобнее было мне это туда как бы все перемешать поэтому здесь никакой особой нарезки не существует почему я и сказала легко и просто и быстро и без всяких заморочек просто блендеру так сказать помогаю все пока у меня там немножко протушила все ребята здесь нарезочка у меня готова сейчас я беру миску ту которой буду это все перебивать нужно мисочка вот она у нас такая отправляем туда филеечку нашу вот так мы ее немножко на кусочки на такие разорвали и сюда же мы ребята отправляем нашу уже можно сказать готовую икру если у вас нет погружного блендера но вы хотите такую вкуснятинку вот в таком виде это можно уже употреблять можете сюда покрошить просто нарезать вот такими тубичками филейку и просто у вас будет она в таком виде я же из этого всего хочу сделать такую не знаю икру паштет как это можно назвать потому что в таком виде это как рагу получается а я хочу паштет поэтому все это мы сейчас будем подключать блендер и перебивать вот друзья вот такая вот икра у нас получилась теперь смотрите любите укроп можете меленько сейчас покрошить нарезать укропчик и притрусить икру петрушку пожалуйста петрушку ни то ни другое абсолютно без разницы оно вкусно в таком виде теперь еще нюанс значит она готова можно просто на хлебчик можно на греночку опять таки это так как вы любите можете попробовать и так сделать и так но это очень вкусно и очень сытно ребята с вами была танюшка подписывайтесь на мой канал хорошего вам настроения солнечного неба всего вам хорошего пока пока пока